здорово скауты я рад вас приветствовать у себя на канале urban scout как вы уже все догадались есть вопрос часто меня спрашивают и тут шутки про кто тебя спрашивает не будет как отличить сумку helicon tex оригинал от не оригинала я могу рассказать объяснить на пальцах но спрашивают часто спрашивают много поэтому по просьбам трудящихся я для вас решил записать это видео вот перед вами две сумки какая из них оригинал на какую сядете сами на какую посадите друга все верно вы угадали молодцы вот эта моя сумка оригинал и уже почти два года вот эта сумка копия перед тем как мы начнем этот видос я хотел бы сказать что я абсолютно ничего не имею против реплик против копий я считаю что такие вещи определенно имеют место в нашем современном мире при современных ценах при проблемах с экспортом с импортом товара и всего прочего но есть одно но это цена к примеру на сумку helicon tex есть отличный аналог сделаны практически один в один от фирмы штурмер или стурмер если что поправьте ссылочки я оставлю в описании их аналог стоит дешевле причем он ничем не хуже оригинала там нету надписи helicon tex там есть эмблема стурмер и их логотип но есть реплики типа вот этой которые заявлены как оригинал которые продаются как оригинал которые имеют цену как оригинал при повышении цены при самом высоком курсе доллара и все прочь то бишь я не рекомендую покупать вам реплику за цену оригинала или даже выше как моем случае почему потому что если вы делаете импортозамещение неважно где все производится в сумка в россии в тайване в китае но это не оригинал если вы берете деньги как за оригинальную сумку пишите что это оригинал это обман это воровство это плохо я это не поощряю если же вы делаете копию она стоит в два в три раза дешевле вы заявляете что это копия клон один в один даже если все надписи совпадают проблем никаких нет я такую тему но не то что поощряю но я ни в коем случае не против давайте перед тем как я покажу сумки начнем с распаковки у меня к сожалению не осталось оригинальной упаковки было очень сложно найти фотку но я нашел оригинальная сумка приходит вот таком красивом пакетике прозрачном и сверху у нас имеется такая из крафтового картона вставка то что это хеликон так в испак сумка bandicoot или сумка possum зависимости от того что у вас будет просто так без ничего эти сумки не продаются если вы покупаете на marketplace на вайлбрис еще где-то обратите первым делом внимание на то чтобы у нее была заводская упаковка это прозрачный полиэтиленовый пакет сверху бирка из крафтового картона которая запечатана будет видно если ее до вас скрывали это первое что касалось упаковки помимо вот этих вот бирок бирки слизанные практически один в один если начать читать докапываться до мелких там до размера шрифта до того что здесь бумага глянцевая оригинале должна быть матовая все это очень 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 субъективно потому что бумагу могут поменять у меня по моему на моей сумке вот этих бирок не было и цепочки не было точно вот это прям китай китай если есть цепочка я нашел несколько обзоров в интернете на которых говорится что сумки хеликон текст сейчас есть новые ревизии и у них бывает вот такой логотип без надписи это неправда надпись хеликон текст вот в этом месте это и есть часть логотипа вы не найдете ни патчи ни одного изделия где есть вот этот хамелеон с вот таким хвостом и где нету надписи хеликон текст это все единая часть логотипа то бишь это то что палится сразу это то что сумка не имеет надписи хеликон текст на хеликон тексе это написано зато эта сумка имеет надпись хеликон текст вообще во всех других местах много разных бирок но что сразу стоит сказать когда приходит оригинальная сумка вы сразу почувствуете разницу в ткани несмотря на то что этой сумке два года и ткань уже конечно стала значительно мягче чем она была это вот абсолютно пустая сумка она только что из стирки потому что она у меня была в чме честно говоря я ее больше полугода не стирал хотя и стирал часто суммарно раз 5 или 6 вот эта сумка она отлично держит форму даже когда она пустая даже когда она без наполнения в отличие от вот этой сумки которая просто я понимаю что на камеру не видно и не понятно но сама ткань здесь намного мягче и намного тоньше чем на оригинальные сумки ткани оригинальной сумки тверже значительно тверже даже вот по складкам видео от свободном месте где ничего кроме ткани нет я делаю складку и какая она толстая получается на этой же сумке она вообще тонюсенькая просто тоненькая сама ткань тоньше если я не ошибаюсь в оригинальном бандикуте 500 кортура кордура я когда-то говорил что тысяч на это не так здесь 500 кордура и она чувствуется на ощупь что это кордура она достаточно жесткая она не имеет никаких ворсинок она очень 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 гладкая это же не кордура это аналог она имеет ворсинки она вся такая знаете как бабушкин колючий свитер на камеру черная на черном разумеется не смогу вам показать но на ощупь она не такая приятная на менее гладкая и все в этом духе что касается еще внешнего вида никаких торчащих не так вот таких вот она вот таких вот не так торчащих вот таких вот таких штук на оригинальной сумке нет и быть не может если вы держали оригинал вы знаете и поймете вот таких вот штук тоже неаккуратно запаянных хрен пойми как приклеенных торчащих соплей я бегунки не переделал вот они все завода до цвет правда уже чуть-чуть поменялся из-за ультрафиолета но все бегунки всегда аккуратно запаяны и красивые да действительно термоусадка может и кстати порошок после стирки просто ну да слушайте это просто порошок остался все аккуратно все красиво нигде никакие нитки не торчат при том что я эту сумку и хвост и в гриву честно говоря нигде никаких ниток не торчит помимо этого сам логотип вы можете видеть нормального квадрокоптера хотел сказать нормального хамелеона и хамелеона курильщик он какую-то грустность непонятным носом он явно что-то замышляет вот этот намного аккуратнее да и сама строчкой сами нитки вот это прям видно он аж светится он горит он не поп но это нитки другого цвета здесь же хамелеончик менее видный он не такой блестящий может быть конечно со временем это изменится но вот этот рисунок значительно качественней и лучше что касается по материалам изделия если вы разбираетесь и разбираетесь вещах видно как пришита то что вот в этом месте молния распирает собачка распирает молнии у нас материал этом месте расходится на оригинальной же сумке такого нет все тык впритык и это много мелочей их реально много я сначала начал записывать потом подумал что видео будет ну просто неимоверно долгим и я вам расскажу об основных отличиях которые видны сразу палятся сразу по поводу молнии на китайской сумке на тайваньской сумкой называйте их как хотите на молниях у нас есть надпись вайки и кей но это не делает их молниями вайки и кей так как на оригинальной сумке оригинальные молнии имеют надпись вот в этом месте вот она вайки и киева мои плохо видно но поверьте мне вот эта надпись она тут есть вот здесь никакой надписи нету идем дальше по фурнитуре вот этот карабинчик а так выглядит оригинальный карабинчик он слизан практически один в один за одним неловким исключением он тут не в цвет какого фига он здесь просто покрашен какой-то краской достаточно дешево вот она просто об ветер начинают обколупливаться на оригинальной сумке такого разумеется нету этот карабинчик крючочек у нас анодированный краска на нем держится очень хорошо за два года использования у меня ничего нигде не слетела честно вспомнил насчет торчащих не так у меня вот тут были торчащие нитки вот в этом месте несколько ниточек я их обрезал но вот такого откровенного на лицевой части ничего не было ремешки у них одинаковые может быть даже одинаковая стропа используются я разницы не нашел пряжка слизана один в один она даже имеет вот этот логотип фурнитуры я забыл к на называется не дюрафлекса как-то по-другому но во первых они отличаются в жизни на камере к сожалению нет вот этот матовый этот глянца может быть потому что он просто новый но фишка в том что оригинальная пряжка ну вот если очень сильно тянуть вот прям тянуть со всей силы она имеет ну короче поверьте мне на камеру сложно показать она имеет микро микро люфт если очень сильную нагрузку на нее давать не оригинальная пряжка имеет очень большой люфт очень большие зазоры вся трещит что сразу поддается мне тут еще видны места отлива и не знаю почему вот они на камеру их так не видно в общем пряжка подогнана плохо бренчит непонятно из какого пластика она на оригинале такого конечно же нету по внутрянке вот вы открываете просто внутренние карманы видите вот это убожество куча торчащих ниток везде вот везде в каждом сантиметре торчат нитка следы от мелков то бишь то это шилось не на станках как делается у хеликона просто в каком-то подвале и сама стенка в оригинальной сумке велкро панель идет от начала до конца из края в край здесь же это просто маленький кусочек моя сумка выглядит сейчас не лучшим образом что мне этот палочка путешествовал я его часто переставлял он уже затерся на резинки не растянулись хотя я сюда пихал и перцовые баллончики кучу всего держались отлично давайте эти паучи отклеим отклеили мы два пауча видим отличие велкро панели да здесь она на всю стенку здесь нет петелька слизана но сама вот это кстати еще какая-то бумажка какая-то бумажка сама вот эта стенка в отличие от сумки helicon tex она такая никакая у нее абсолютно нету жесткости в отличие от сумки helicon tex где вот слышите там внутри есть какая-то вставка она не жесткая она не как деревяшка но она придает форму сумки однозначно внутренняя бирка на оригинальной сумке выглядит вот так да она постиранная да она уже много раз заюзанная и все в этом духе но выглядит она вот так и вот она вторая бирочка которая должна быть которая у нас здесь пришита косо криво непонятно и не знаю то ли это серийный номер то ли что это не могу точно сказать показываю еще раз вот так выглядит оригинальная бирка стопроцентно нейлон тададон дизайн польша по он сделано вьетнаме может быть эти сумки тоже сделано вьетнаме по поводу самих вот этих патчей вот это супер тонкая штука какая-то которая даже не в цвет она такая серо-бура пошкарябанная ну претензий к нему немного но видно то что он изготовлен менее качественно отсюда не уйти оригинальная сумка также имеет здесь молнию вайкики это не оригинальный бегунок он был черный я поменял на красный мне так удобней на копии в принципе все то же самое чуть-чуть другие молнии немного другая подкладка она здесь как прорезиненого здесь же у нас просто обычная кордура обратная часть покажу что еще есть на копии на копии снаружи у нас есть вот эта бирка которая должна быть якобы внутри но почему-то она здесь снаружи она из другого материала она выглядит по другому на некоторых сумках присутствует должно быть вот так одна бирка но если эта сумка из джинса или из оригинального мультикам а здесь еще будет маленькая бирочка с надписью там original мультикам или что-то в этом духе задний карман на копии такой же как и на оригинале идентичен чувствуется отличие в молниях они по-другому открываются даже звук и копия то бишь это более дешевые молнии в которых используется тракторная молния меньшего типа вот этот сквозной карман также у нас присутствует но опять же за счет того что здесь нет никакой стенки гибкостью этой сумки намного выше форму она держит намного хуже впрочем я думаю что это были основные отличия на которых мы с вами пожалуй остановимся я не хочу растягивать этот видос честно говоря на полчаса я могу еще рассказать про строчки как у них отличаются строчки как отличается ткань но опять смотреть это по видео тупо вы пока не пощупаете вот так у 2 рядом жизни вы не поймете к сожалению основные отличия которые можно определить на глаз логотипы бирки материалы швы ниточки фурнитуру я вам показал я надеюсь что этих отличий хватит если нет пишите в комментарии все же будем доделывать видео буду рассказывать вам про стежки буду мерить ее с рулеткой но опять погрешность производства действительно может быть она действительно может присутствовать от партии к партии какие-то мелкие части в сумках может изменяться но логотип надписи качество материалов внутреннее расположение бирок от сумки к сумке не меняется даже у helicon tex есть джинсовая версия этой сумки даже там все то же самое тоже есть у нас хамелеон тоже с надписью бирки в том же месте только есть еще дополнительная бирка с надписью джинс так что вот вам основные критерии я надеюсь это было видео вам полезно еще раз повторю я не против реплик я против реплик которые стоят как оригинальная сумка если эта сумка стоит тысячу полторы две две двести две двести фиг с ним я бы даже взял если эта сумка копия стоит 4 600 то это извините меня по-другому это просто назвать нельзя люди вас обманывают это недобросовестный продавец к сожалению даже на вайлберисе у продавца у которого покупал я эту сумку я не знаю поставщик поменялся продавца подменили в том же месте где заказывал эту сумку заказывая сейчас вы можете получить подделку такие случаи уже были вайлберис разумеется себя все претензии снимает им чего производитель отправил поставщик то они и передали поэтому будьте внимательны когда получаете сумку пишите мне в комментариях ваши вопросы если они у нас остались после просмотра этого видео что понятно что не понятно будем вести диалог я постараюсь вам максимально оперативно ответить на все непонятные вам вопросы ребята спасибо что посмотрели это видео ставьте лайки пишите комментарии напишите пожалуйста с какой сумкой вы ходите мне будет интересно посмотреть не забываем подписываться на канал чат и вконтакте в телеграме всех обнял приподнял желаю вам мира любви добра и пока пока